Наша программа продолжается и поговорим немного о спорте. 19 июня в Екатеринбурге пройдет матч между двумя командами «Молнии» и сборной Южного Урала. А вид спорта достаточно экзотичный для нас – это американский футбол. Мы не могли это событие обойти стороной, поэтому пригласили к нам в гости менеджера «Молнии» Кирилла Овсянникова. Доброе утро, Кирилл. Доброе утро, Кирилл. Ну, Кирилл, вы у нас в студии не в первый раз. Это говорит только лишь об одном, что американский футбол прижился на Урале, и команда «Уральские молнии» впереди практически планеты всей. Все так, все верно? Ну, естественно, наш вид спорта, к счастью, становится все популярнее, в том числе и в нашем регионе. Об этом говорит хотя бы рекордное количество участников чемпионата России в нашем дивизионе. Вы сейчас находите период чемпионата как раз? Да, сейчас идет чемпионат России, он имеет территориальное отделение, то есть дивизионы, несколько дивизионов, которые объединяют команды из одного, скажем так, региона. Мы, соответственно, представляем самый восточный дивизион чемпионата России, это вот дивизион «Урал», и в нашем дивизионе сейчас шесть команд. Две команды из Екатеринбурга, две команды из Челябинска, одна команда из Кургана и одна команда из Перми. А как система строится? Вы играете на выбывание или играете со всеми, там, пятью соперниками? Как это происходит? Мы играем, на самом деле, по факту, с четырьмя соперниками из нашего дивизиона, с челябинскими танками мы, к сожалению, в этом сезоне не сыграем, хотя мы находимся в одном дивизионе, ну вот такие правила. Дважды мы играем с двумя командами и по разу еще с двумя командами. Ну вот надо сказать, что у вас буквально вот минувшие выходные была встреча, вы играли... С разгромным счетом, вы победили «Пираний», кто это такие, я не знаю. «Пираний» — это наши коллеги, тоже из Екатеринбурга, ваши коллеги. Но счет 74-13. Унизительный счет для «Пираний». Ну, на самом деле, команда молодая у «Пираний», то есть они существуют там буквально два-три года всего лишь, и вот активно для них это первый такой большой по-настоящему турнир, то есть первый сезон в чемпионате России, и, соответственно, ну, молодая команда, она, конечно, должна быть готова к таким вот счетам в том числе, потому что, ну, очень это непростое дело начать и всех выигрывать сразу с ходу. Ну, вот мы сейчас как раз видим на экране фотографии именно вот с этой игры, где вы делали «Пираний», назовем это так. А это вообще, ну, мы поняли, что это нормально для новичков, для команды, а какой вот на вашей памяти самый разгромный счет был вообще вот? С участием «Молний»? Ну, например, да. Ну, самая крупная победа — это как раз победа над «Пираниями» в этом сезоне, это для нас рекордный набор очков, то есть 74 — это очень много. Это делалось, на самом деле, и силами нашей команды нападения, которая, в общем-то, этим и занимается, заносит тачдауны. Ну, на самом деле, ребята из защиты тоже помогли за счет, там, перехватов, мы тоже смогли поучаствовать, да, пополнить копилку. У меня знаешь, какой вопрос? Там ведь какой-то там должны быть ворота высоко висящие, как у нас обстоит дело с полями, где можно поиграть? Ну, на самом деле, конечно, специализированных полей для американского футбола в России нет. У нас, мы используем обычные футбольные ворота, вот для привычного, так сказать, футбола. Единственное, что мы к ним крепим такие специальные балочки, как продолжение штанг, и, соответственно, используем вот это пространство, получившееся, как вот условные ворота. Они, на самом деле, чуть-чуть шире, чем нужно строго по правилам и по канонам американского футбола, если мы берем там, допустим, американский футбол в США. Но, тем не менее, правилами это допускается, поэтому мы используем вот такие своеобразные самодельные ворота. Вот надо заметить, что шлем, который Кирилл сегодня принес нам в студию, такой видавший виды, что называется, покоцанный, постуканный. Выдержал не одну битву. Да, я вот как раз и хочу спросить о том, как выдерживают битвы, как это происходит. Знаю, что аж три игрока команды «Уральские молнии» сейчас находятся в топе самых крутых по стране. Действительно так? Да, сейчас уже второй сезон ведется статистика чемпионатов России и, соответственно, это подогревает и дополнительный интерес ко всем играм, потому что хочется не только победить, но и как-то свое имя вписать, так сказать, в историю. Да, и у нас, соответственно, те игроки, которые участвуют в команде нападения, наш квотербэк Михаил Сутюков, один из лидеров команды, с 30 очками находится, и наш основной бегущий Александр Мурашев и наш основной принимающий Кирилл Батухтин, они находятся все в топе по очкам. Ну, во много благодаря как раз вот разгромной победе над пираньями, то есть удалось как бы... Детей победили, понимаешь, в топе. Причем сами же их и зазвали в один чемпионат. Про детей. Много ли детей приходит в американский футбол? Есть ли вообще-то истории? Есть ли секции, где можно заниматься? Да, конечно. На самом деле, вот детский футбол в России в целом, он также активно развивается. Сейчас очень многие команды на своей базе стараются организовать детские секции и проводятся, в том числе, собирается юниорская и детские сборные России, которые в том числе проводят выездные международные матчи. У вас-то есть команда? У нас есть, да, тоже команда. Мы сейчас находимся, ну да, маленькие молнии, скажем так. Мы сейчас находимся, конечно, в стадии формирования только этой команды, потому что тяжело мальчишек заманить, скажем так, заинтересовать. Ну, а людей нам надо много. То есть нам для того, чтобы полноценно играть, нужно хотя бы там 20-25 мальчишек. 20-25? Да. Это для того, чтобы просто... Ну, я вот как мама бы хотела спросить, а вообще, насколько затратный этот вид спорта? Это же амуниция, я не знаю, тренировки. С которой вырастаешь, да. Это же наверняка тяжело элементарно. Он пока маленький, ему там 6, не знаю, 5 лет, это значит же мать будет таскать эту сумку за ним. Ну, мы берем на самом деле детей возраста чуть старше, уже лет 12, 11-12 лет. Но, тем не менее, да, за некоторыми, к сожалению, иногда и мамы, и папы носят форму, и бабушки. Мы, конечно, там так вот, ну, ругаемся. Пусть сами, да, воспитывайте пацанов. Потому что, ну, в 12 лет, я считаю, что ребенок уже может, да, сам таскать. Конечно, скоро в армию, надо готовиться. Куда идти? Куда обращаться? 12-го числа, воскресенье, игра. Вы играете с командой сборной из Челябинска. Вход бесплатный, но вот где вот этот стадион будет находиться? Стадион Денисова-Уральского, это стадион межшкольный называется. Стадион находится на бульваре Денисова-Уральского 3А. Это на юго-западе, соответственно, любой желающий может прийти, посмотреть, оценить, провести хорошо время, потому что, ну, футбол – это достаточно зрелищный вид спорта. Кирилл Овсяников у нас здесь в студии с утра пораньше. Рассказал в американском футболе все. 19-го числа все идем болеть за Уральские молнии. Ребята крутые. Ну, у нас на очереди афиша, сразу после которой мы вернемся в студию и разыграем билеты на спектакль «Персидская серия».